Топовый по-моему поезд для ШП вообще Ну, кольцо архимага это понятно, это всем нужная штука Там где-то еще что-то было такое Какой-то еще там поезд был, который не с этого Искать его, блядь, по боссам все Мажора, уши Этот экстенд это на усов дорож Нет, нет, ну да, да Нет, это эффект темной магии Блин, нахера мне темная магия-то Я, я это сам, я холли дамаг Общий Сейчас идти линканую Здорово, чувай, ВСГ У нас это ВСГ Стоим вон в очереди Да, да, вот он Кстати, наконец-то переименовали Вот, короче, это, это пвпшный пояс Вот он мне нужен для пвп вместо шмотки, которая Т1 О чем ты спросишь? Естественно, это тоже не взять То есть, нахера там мне этот Т1 нужен Точно так Какой ты хочешь пояс? Который, ремень обжигающий мана Где-то 25 СПД и Крит Это, короче, ну просто мой изначально замысел был такой, что вот этот пояс, шея с раганой и этот, как его, и тринка, она дает мне моментально, просто единомоментно, плюс еще 300 СПД Они прибавляются автоматом к моим И получается 440 СПД у хилера Ну так ты хоть же бить, типа, у тебя же хитани будет, да, если ты Так я и так, фишка в том, что, когда я еще пристал, начал качать, да, то есть, я пристал никогда не играл, у меня получилось так, что прист, он подцепил, я не могу от этого отвязаться и не собирать привычку дамажить, блядь То есть, я и хилю, и дамажу, то есть, мне нужен в ПВП баланс такой Тебе надо хита набрать в честь этой дамажки Да, 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 потому что я иногда дамажу, иногда, но часто очень, именно попадаю, сейчас Ну, Гидро советовал в ДЦ этот пояс на хит, один хита и Некро на хит и все Да, он правильно советовал, это верно он делал У меня частенько бывает так, что Фир резистит, но это, наверное Вот этот пояс и Нека с Балназар, тоже на хит Ну, пока БВЛа нет Ну, у меня знаешь как, я вот, блядь, все у меня через вот пятую точку, я вот не люблю вот такие шмотки Я их просто прям вот не воспринимаю никак, они вот ни о чем И избрать его из одного хита я точно не буду Я лучше промажу, блядь, но зато потом попаду, ну так попаду, блядь У меня сейчас, например, вот с моими 140 СПД, если Вариор не вот прям вот не супер крутой, вот он прям знает что делает, я его точно убью, блядь Я не буду, вот многие присты, они упарываются тем, что когда на них садится кто-то, они начинают, блядь, прям вот себя выхиливать, выхиливать, блядь, прям вот хилят И вот это вот, блядь, долго длится, вот он показывает мастерство того, что тебя убить невозможно А я упарываюсь тем, что меня и убить невозможно, я и сам убью Бывает так встречаешь, ну, рогу какого-нибудь, чаще всего это именно рога, которого ты не убьешь, блядь, который просто выносит нахер Вот так больше никто не может Рог вот самый опасный, после него идет вар, если вот он совсем знает что делает А если не знает, то ему пиздец Позвали Заходим Блядь, ну я и лось Приколите Вот заговорился вот про эти шмотки Короче, приехал на базу Альтерака за маной И, блядь, пиздел, бегал кругами, блин, по этой базе, так и не купил мана Там пати С морф... с маргарином, блядь Ты бы это обращение кинул бы в этот молот, а не сюда, тут же ж в этом дискорде мало У меня нет там в дискорде. Хочу я кинул. Да я думаю, молотом она автоматом уже улетит. Она улетит, да. Она кинутая на YouTube, сюда и в ВК, где 120 с лишним подписчиков. Она автоматом, я думаю, разойдется по молоту. В PowerStatic она появилась еще быстрее, чем я нажал, блин, просмотреть. Ну, в смысле, с этого, с контача. В PowerStatic, ой, у PowerStatic человек 30, как минимум, из молот. Кто-нибудь закинет. Зеп, я остаюсь в дефе или с вами в отборах? Ты в дефе. У тебя судьба, понимаешь? Рог, он, блин, просто попал. В СГ, у тебя одна и та же задача всегда. Боюсь, что на Арате будет такая же. Нет, фишка в том, что у нас сейчас прекрасная группа отбора. Просто замечательная. Вот если спиздит флаг, ты пойдешь не один. Мы все пойдем в отбор. А есть какая-нибудь, не знаю, фишка хитрая, если, допустим, чувак приходит под фреэкшеном, у меня просто не стан, не блайн, не сап, вообще ничего не работает. Не, он не столкнет никак. Боже, ты начинаешь просто его ебашить, то есть вы надо вжаривать в него вливать, но у тебя другого варианта нет. И уроки так и делают, вот я много раз попадал на это, то есть вроде бы ты бля под фреэкшеном на спринтах полетел, но нихуя не даже под спринтом не успел навести. Кстати, там прямой, он не полный, но и плачет. Ну то есть фреэкшен вообще ничем нельзя снять, да? Да, фреэкшен, нет, почему, я его снимаю легко. А, диспейлишь, типа. Блин, зараза. Дорога, свара меня свалили. Че, мы вчера Атюн выбили, не... Да, конечно, да блин, мы Атюну не выбивали, там на видео видно, чем мы занимались. Да я видел. Ну, выбили, конечно, конечно, выбили. Да, я забил этот Атюн, там еще целый месяц. Конечно, выбили. Мы, блин, там по оленям вягали. Прикольно было, вообще офигенно, мне прям настолько понравилось, что я еще хочу. Пошли за фагом. Приятно, да, так после этого... После долгих-долгих ОПГ выйти в мир и поганг. Ну, вообще, да непросто, я вообще довольный ушел спать. После такого, блин, я столько народу скинул лавы, это пиздец, только никогда не кидал. Три человека пришли за фагом. Я вчера упал в центр в лаве. Прям вот в самый центр и доплыл. Там надо, блин, в скил лаву очень прыгать. Так вот, я доплыл, меня только и в конце два раза вжарило. Уходит через наш кладбон. Пока ему он станом. Ну и мы пойдем ему навстречу. Пошли ему навстречу. Просто он выходит, вон он. Погнали. Прям погнали под кладбон. Прям жмемся к стене. По центру бежит. Пофиг пока на него. Мимо пней. Протаскиваем нашего креста. Сначала надо нашего креста довести. Я, короче, щас зарастуню его. Не трогайте его, Вара. У меня такое ощущение, кстати, что иногда, если... Рога, рога, он... Винвиз пришел, щас будет меня сапать. Какие-то таланты перестают работать. Не будет. Не будет, да. Так, тут еще мах, давайте. Ага, вставай. Сейчас тут с него надо все диспейлить, чтобы рассчитание было. Он просто как сволочь. Они, кстати, какие-то... Воды, по-моему, да? Ух... 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 Представь, играют, приставь. Он на крыше, короче. У нас сейчас тут это... Крансает. Так, нам идут те временем. Давай, я их встречу, а ты тогда это съебаю вовремя. вот так ты есть вода у меня туда у меня дохуя вода есть он мах на втором этаже меня сапнули а кто же сайт пока не придет пак снизу макарус не у нас просто диспоинт о том что-то они это рандом это рандом пойдем вроде там отбор есть идите короче в отбор вдвоем мы опять же останемся давай сваливаем 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 просто свалим отсюда собрался этот возьми хилку возьми хилку возьми сам так вот лучше чтобы меня сапнули раньше для тебя еще бежали идут двое с крестом про и уходим у меня криты есть можем зубов папа шухер прям реально сейчас они отберут приготовь брать потому что я в контроле тут четверо из стой внизу тогда я в контроль надолго бегу к тебе и ко мне беги терпеть еще может что-то получится нету прям не вовремя и дай там слишком много для вышел с контроль на как можно было остаться там а кто отобрал а где несете кишку несу давай встречаем через рамку нашу носит уходить аккуратно отвяжи отвяжите меня быстрее так у меня мана нет мне проще чтобы меня это тварь убил там еще кто-то не заходит ко мне нет я сейчас веду к тебе убил и сейчас тебе за долго что-то меня убивал на крышу здесь кто-то есть друид я бегу тут их в дефе пятеро просто на меня рога нахерняет я бегу не бегу видит я бегу даже не бегу там я бегу я бегу ворубь я бегу и У меня маны нет, сейчас буду пить срочно. Бля, вытянули на карполя. Три нички на ворот тащит. Три нички на ворот тащит. Три нички на ворот тащит. Приехали много, сейчас будут подниматься. Рога и они там с кем-то месяцем. Присты рога, вот это плохо. Идут. Три нички на ворот тащит. 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 Я сдох. Пытаюсь сюда на кладбище выйти. Три нички на ворот тащит. Три нички на ворот тащит. Да блин ебаный ларкат, никакие текстуры не работают. Пиздец. Работает. это вообще нормально не в цель варвар надо убить там крис все хили давай его по-быстрому осушим кидаем на меня висит рога сейчас мы отобьямся отойди от края надо было его вообще выкинуть да там будут 20 метров радиусе да мне не нравится машина крыша для вас ставьте 100 сейчас возьмут на опережение идите я в стуне блядь он носится все я не пойду да по мне висят меня убьют меня убили блядь пробу ставить тоже не поставить а чё вы зачем вы с ними пошли дальше флаг туда просто не надо было в тащить далеко ты не убежал не убежал да я тоже не далеко не убежал на мне просто два роги в селе или рога и варху за флагом за флагом бежим рога и варх встречайте а мы с рэм побежали за флагом они через тоннель могут выносить они через тоннель могут выносить я заберем все бегу с тобой вообще не реальность просто какая там уже казнь нажата была просто уже падал и он не упал 5 ты слишком много в центре я возвращаюсь к вам так это где я наверху в центре у меня ботинки и спринт в теме сейчас могу взять так пошли пошли мне пока не давай у меня коды сейчас еще 20 секунд я уже без маны тут присебучим всю выпалил я на геодата плюс текстуры пусты все пробежали на мне вар аккуратно и беги 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 сейчас заторможу я там много их у меня ноги сломано убиваем варом я тут присут уже присуток прошу они начинают залетать надо где они вот он несет берем и станет полюбом тут у трохов и херс начать без маны на нем наши висит полно вар свалился обиделся обиделся вар свалился обиделся роган возвращается в факру вон он вон он побежал в эфире какой же яд и кучи 70 процентов это пиздец даже таскать само противоедие схватили флаг все отлично так рыбаные захваты у меня сеть ботинки откатились и зелья откатилась можешь брать эту тапки вы когда давай вара последнего спонем там лучше даже друины здесь короче 4 мак страница ты где-то я как мне кажется месяц на рапе на рапу нельзя идти я убили на а давай давай живи бля на мне два вара иду к вам бля я бегу как вот он не взялся выходить из боя и ехать за флагом где воносит по рампе деритесь я вынесу давай 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 через их не кладбон вынесем я тут пока пью сижу он живой в кишке наш флаг бля плохо ракса помнишь встречать я в центре где наш флаг выбегает центр наш который наш срочно тебя убегать за тобой еду а я в комбате не могу догнать я уже пищи на крыше туда бы там шпарят сейчас тоже прибегу не 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 текстуре перепрыг он на крыше они что починили текстуры что по рампе 4 по рампе 4 забегать там тиксак один отборе он друля в соло не убьет но там два друля мне даже не сам никого один остался другой медведи внизу чисто можешь прыгать да давай прыгаете здесь внизу встречаю прыгай вниз на дорогу добить срочно на дорогу добить срочно варами убиваем все вар упал давай давай ну и тар беги тоже по тексаке за флаг а ты не нападаешь где был бы у меня шульфурас я бы так не проебывал чё пошли опять на крышу да может смотри страны не отцует вообще не хант работает тут хорошо под карт вообще бля хуевший просто знал бедут много ну прям подальше встань идут я в стуне чё там с нашим плагом ну пока никто не подошел все так же на крышу много короче народу вообще бля меня хант прессует вар ушел вар нет больше с нами все меня взяли в оборот короче я вар скинул вар где-то внизу бегает он щас придет снова вар здесь еще еще такие глупые просто вот подхилить чуть-чуть нельзя прыгай вниз прыгай ничего нет ни ман ни хп рядом некому диспелить наш бежит варер его визит надо срочно помогать его может быть может быть он устоит он со счетом варер блять бля сука я уже думал и я щас свачу бля я тоже тыкал со всей силы бля блять я вот так хилил всю ману у него слил то в таких моментах это блядь лоха по лучше дропнуть они не среагируют да 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 они не среагируют я согласен старой когда малых хп лучше бросить его в этом когда ты с кем-то блядь где наш флаг выносит через раму поняла хп блять ебаные сетки чё она в друля не полетела бля у меня уже фласок нет собственно уменисишь такой бля вот как нахуй почему сука опять один хп остается блядь держись я все эти дал давай 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 как это в пич убежал просто через рампу беру как обычно там половина это не рандом это какой-то самаргарина не полная рейд ты хочешь 7 4 человека смыграем и 5 где-то несут через рамку пойду давай вот через их не кладбан вообще там нету стрелка висит я не в центре там куда идешь про дело из кладбанных не висите несу но там хорош спалилю я понимаю пока что народу тут много несет через нашу рамку шухер Я в овце, диспел. Пошли, пошли, уносим флаг. Не тусим здесь в центре. Меня месит. Входи. Входи, не надо чаржиться в них. Надо уносить флаг ни в коем случае. У меня маны нет, я не выхилю. У меня это же сухое вообще. Да мне рога. Я сдох. Надо было уносить, ты чё? Беги на кладбон. Беги на кладбон, да. Беги на кладбон, да. Ты сорвался ото всех. Ты просто обратно зачем ты чаржился? Я там один был. Ну, правильно, надо было. У меня бы точно так же... Нет, не короче. Давайте так. Делай просто то, что я говорю. Не придумывай. То есть мы поймали три волны на себя с тобой. А должны были сделать это без тебя. Не придумывайте ничего. Просто делайте, что я говорю, и всё. Вот сейчас на рампу все вместе едем. На ихнюю. Аккуратно они тут припёрлись. Давай прям помесимся с ними. Давай через рампу надмести. Я чё-то не вижу вас ни хрена к делу. На через кишку уже пошли. Блин. Я тогда сверху выдохнула. У меня фласки нет, я не могу вынести. Подбери, я дропну сейчас. Сейчас, подожди, стой. Блять. Ты вряд ли кого. Да, там нейтара был, но у меня уже тебя закончилось. Я не перехал, но тут мне сложно очень попасть. Опять за флагом. Сейчас буду отпеваться, у меня вообще ни хрена нету. Не-не-не, я без фласок не буду уносить кое из фласки выносить. Ты имеешь в виду зелеса вот здесь? Да-да, у меня кончились. Перестанель наш, ну, идёт, значит. Да-да, мы все тут как раз держим. Его ткан там крисует. У меня криты есть, могу отобрать. Через тоннель его встречайте. Флаг попробовать вар и рога флаг отобрать. Ну, он один там бежит, он скорее всего. О, отлично. Ассистите ему. Он такой вяленький, я сейчас снесу. Если он сейчас принесёт, поставит, я следующий флаг возьму. На нём рога висит. Ассистите ему. На нём поедалем. Какая, куда нём поедал. Я не знаю, что это всё равно. вообще без мамы более меня как перехватывает у меня тут жопа полна бегу-бегу может дроп не дропа дожди подожди стоп нельзя давай а ну ладно ладно ты донесешь по-моему давай дропы короче это 315 там отбирают скорее всего отберут я сдох убирайте я убежал там отберут я сберу знаю давайте ворога в отбор это может вар у нас оставить вон ноги ломал приходит нормально группа отбор одни милишники то есть они если вы их не замедляем то они на крыше на крыше я понимаю и давай вернись лучше в оборону один рогов в отбор и действуй обязательно с рандомами на отборе потому что нам нужно здесь сразу ты ноги ломбал тем кто входит иначе они добегают дары и прям кто входит прям сразу же на него забав ломай ноги аккуратно я в этой я да пиздец для даже состава не вышел блин еще пишут свой телефон блять так это ребят у меня через час мк будет 4 по мостелу и дула нет Так, я пока поставлю. Полечу, попробую ещё раз купить пузырьки. Просто много пишут мне ещё. Мне пишут несколько человек в дискорде, в игре, и звонят в телефон вообще пи... Я тут, грубо говоря, сейчас тут проебланил. Я тут проебланил. Я тут проебланил. Что такое? Я тут проебланил. 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 Всё за уголком. Всё за уголком! Продолжение следует... 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 и короче он вот играя со мной все время начиная еще с химминистических времен мы пве не занимались мы резали олени у нас всегда было весело и мы много с хохой мидж мой лучший офицер а он короче мы с ним разговаривали постоянно на разные темы и одна из тем мы постоянно перетирали то есть он рассказывал как вот про пве у него опыт есть я не спрашивал писем как бы дал понять в принципе свое ощущение того что вы едет всегда негатив то есть ты входишь в игру и обязательно черпаешь из этого пве доля хуёвого настроения испорченных нервов и прочих фигни но как бы люди входят в игру для того чтобы посидеть отдохнуть и попинать грубо говоря а когда ты нервничаешь тогда ну нехуя там и делать и хоха короче в этот раз именно в этот раз увидел вот эту же хуйню который был из-за которого тогда и ушел с пв гильзи когда начали блять а всех вот готовить вот именно к вот этого баксу какому-то там блять туда вот аж смотреть что вот инсты и будем мы фармить его короче нового я с ним и говорил и он говорит блять я короче вижу опять эту хуйню да это все будут фармить там этот сраный нас но это будет через такие слезы блять и срач столько блять драм будет я речу к чё не забил и не играть с нами в пвп ну он пока что очень сильно расстроился от варкрафта да понятно что будет эти фармеры без конца фармить ходил бы он как я бы просто заходит на пвп честно нам как раз ханта постоянно не хватало пошел бы там с нами час побегал бы и забил ну как бы да но все равно и местным говорил он мне сказал короче так я вот ну посижу в тапке популяю если настроение снова появится вдруг вот этот азарт там войдет я его блять чем буду постоянно летим захочет войдет но если у него опыт какой большой чем он сам не поиграли там ну и по нормальным этим делите меня вообще прям аж дачах это изначально включала себя точнее даже не изначально в конечном итоге включался игроков которые очень не любят по вы я прямо-то тошнит от пвп бывает иногда что надо и вот идем я как бы думал с анархистом говорю вот там типа вот это будет блять гильдейский статик я сделаю блять и мы все под пвп оделись блять тир это вот сет это т это не пвп шмотки это то что ты по-любому получше с пугами блять как вообще как угодно там самое главное это пушки кольца нэки и вот это вот вся мишура и тринке вот что дружно раду это а так они отдают это для пвп прогресса то есть это в молоте это блять считалось преступлением то есть мы много народа кикнули из-за того что они упорились пвп за тут все порывается в по выезду в чем идет сам кикнулся сделать его такой статик ну как был чисто за дкп все вообще похуй да 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 у меня просто опыта нету я блин могу управлять любой хуйню я управлял твои рейдами меня звали короче кириша мои и мы ходили какие-то инсты это помогал в катаклизме и вот это же шар я рулил это вообще мне пофигу чем управлять вообще насрать хоть трактором я быстро разберусь для и хочется команда трактористов вообще не базар понятия не имею что это там недельку и я буду управлять не знаете тактики не это все фигнишь тактики эта фигня где он не в тактик тактик точно такая шняга берем берешь открываешь видео открываешь любой стрим топовый смотришь как ребята проходят смотришь в читаешь всякие гайды по поводу каждого босса что там надо не надо это знаешь как это самое руководство пользования холодильником были там ты просто тупо читаем что надо что не надо все но основная эта фишка этих всех любых тем пвп и пве это научить людей правильно воспринимать вот правильно понимать сам игровой процесс что нам не надо упарываться там вот как терратора да вот он у него задача я же вижу я же хиллер блять упороться вот и выкрутить себе топ в рекаунте то есть такая цель она вообще утопическая она смертельно опасно поэтому он падает каждые 30 секунд с вот он вжаривает блять типа вам я отошел но блять у меня вопрос а какого хуй ты падаешь 30 секунд каждые то есть я уже даже его ну как бресать перестал и бафать точно так же у там у многих там некоторые локи не понимают что творят ли и вот это главное понять когда нужно блисток на когда-то идти когда агроз бросить а это уже не тактика это как бы скилл с мало игрока за как по мне там просто танк вы его держит я блять просто ходил с химинтом роддом и рандом пугами варами блин вот этот фури прод и они были там нормально держали вообще я там без этих талантов зашипай все нормально если ты набираешь в рейд сколько и меня вот единственное чем у меня громад это опыт рейд лидерства когда ты набираешь себе в рейд или в группу игроков которые не умеют не понимают как играть своим персонажем тебе самому приходится управлять ими вот я вот хорошо что игра за варлок у меня был пэт я вот привык управлять своим пэтом для меня вообще не базар управлять кем-то еще хоть хантом хоть варом хоть еще одним престом очень насрать просто это просто говоришь а он делает вот молот везде в пвп и в пве играл одинаково то есть я управлял людьми говорил им что делать и именно косяк это не сделать то что я говорю вот в чем ошибки вот за вот за что штрафа то есть я говорю вару блять у нас и флаг не надо думать блять зачем это надо вот вот основной принцип был да даже думать не надо понимаешь нужно просто тупо делать так же как вот метод когда учат людей управлять автомобилем в автошколе ты едешь с инструктором инструктор тебе говорит нажми дай больше газу газу дай бнот меня учил я вот сижу блять я просто понимаю как люди стереотип не выработан я туда и больше газа он не понимает зачем дать больше газа бля и дает столько газу блять что там можно там в стену разбиться я типа релил в этих катаклизме там попроще 10 человек чисто собрал нормальных и учите похуй на этот лут но все там блять никаких срачей нету это сыгран это сыгранный статик ты говоришь о том что вы собрались вот собрали единомышленников и договорились о том что будет вот так так и так вот такой статик идет некий строчи нет ну просто 10 человек попроще чем 40 примерно в раза четыре наверно 10 человек конечно проще намного вот мы продавали ачивки в 10 рэл вообще какие-то там люди с гильдии не с гильдии торговали ачивками вообще в лет никто по всем насрать тут просто шли там какой-то вагон висел один который платил на и продавали ему пве ачивки в ячевке это было не пв е потому что вы занимались чисто вот как вы то внутри игровой коммерции это воспринималось так для меня пв е это вот вот когда я говорю пв е я имею ввиду направленность заинтересованность игроков играть вот исключительно вот в этом данжевом направлении проходить вот эти подземелья и за счет этого прогрессировать прогрессировать в мощности своего персонажа то есть это никак не пересекать вот в чем прикол это тоже пв е в чем в чем для кайф какой-то игры всего бы но смотри как бы ну это немножко другое потому что они идут конкретно за пвп шмотом это тоже самое примерно что я например теперь уже придется наверное я уже договорился там северный ветер там еще кто-то с гэмами то есть мне для того чтобы теперь взять тринку который мне реально нужна давай на таро спасибо тебе мне надо теперь нафармить голд для того чтобы заплатить людям и взять просто эту тринку то есть они там уже пройдут эти все стадии бля нервотрепок фарма и прочее просто приду бля и куплю за голд то что мне надо но я же тоже буду фармить этот голд вот например мне придется там бежать блять каких-нибудь и лемов там шпынять это тоже пве это же не пвп или там сидеть блять возле аукциона это тоже фарм но фигня разница с пве в том что здесь я один и никому не мешаю и никто мне не мешает то есть я делаю ровно ту стратегию которая мне доступна и как бы наиболее эффективно а в пве в чистом пве который устроил анархист я напрямую завишу от того что решил блять анархист вместе с полкой чё они там все придумали как они будут там эти вот там блять да мне вообще насрать что будет в этом бвм и тем более что будет там в нахсе который будет через несколько лет анархист вообще не управляет анархист это тот кто просто переложил блять свои обязанности на кого-то и все вот голка настроил он ну вот он грамотный игрок который который вообще срал на все внутри гильдейские правила он их нарушал просто постоянно там на приоритет номер один не явится или ввк постоять на альтераке ну вот анархист привел такого человека то есть сказать что это статик анархиста дом в нем вообще ничего почти не сделал и но это видно я даже его спрашивал за это типа говорю там волка будет свой делать это свой или как мне нет я управляю да ничем не управляет вот эти все вот вот то как сейчас идет статик анархиста вот эти вот все правила то что звук выключить то что надо там какие-то прописать вещи что-то о чем-то договориться блять во всем этом участвовал почему-то я бля вот как бы я участвовал в настройках этого статика но я не повышен ящик ящик в душе не ему что это как вообще это будет как бы изначально то они мне втирали что это будет бля будем обеспечивать блять вот вы будете в пвп все заряженные мы тоже бля будем с вами бегать бля мы не будем заряжены в пвп так как я это вижу просто я игра нестандартно у меня присты дамажит меня присты не только кили то же самое у меня делать шаманы нет таких бойцов которые только хилят то же самое идет шамана тоже самое идет друиды и это вот эта ротация тринкетов просто тринкет он как будто не из классики он вообще какой-то странный с таким кулдаунов в полтора минуты вообще его практически можно не снимать прям вот ток тупс не бегать фактически так и есть потому что 15 секунд он работает и ты еще минут 15 ждешь всего лишь когда он так удавляться тогда остальные но это я не знаю там поюзал его похерачил быстро одел какой-нибудь там баровых выпустил их быстро переодел там еще что-то там из мортира пульнул уже опять эту тринку одел и все и опять замолвали в ротации он выстраивает новую линию ротации тринкетов с такой жестокой вообще просто не классической мощностью у меня даже столько спал дамага нету это одна треть моего даже не одна треть это больше чем одна треть того бх который у меня есть тут в гельчатике молота уже обсуждает то что ты рассказывал ну просто анархист это был рога фапсе он вообще долго не мог попасть в мол потому что просто тупо не проходил мне по параметрам рекрутинг я его не брал и вот мне единственный вопрос который меня прям вот вышибает во всей 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 этой истории может там я бы и без него бы там и вернулся я думал что там было собрать своих ребят там плюнуть на это пве вообще будет твои хорошо не будет там с каким еще просто молотов всегда ребят из молота находили себе какие-то статики пуг статики самая часто статики пуговые вот я в таких в сам постоянно состоял кто-то что-то покупал салка да почему сука именно молот то надо было воскрешать почему она анархист мадам фу-фу решили миха сети тронуть как будто мадам фу-фу не знал что это за гильдия анархист вижу не знал они постоянно входили в нее по пвп что там побегают и уходили где-то там в инстаг зависали год а потом приходили месяцок еще блять поиграет и опять ушел фармить а теперь вот я сейчас они повисел сниму я вижу же что это такое блять безвозно куташа ломается страте ой прям вообще жесть я бы блять сдох бы со скуки фармишь вот так вот стран просто не могу вот фармить вот так инсты это просто какая пытка анархист пишет что ты что-то много много чего не договариваешь смысле нет я просто чатик полностью нет я не договаривают то о чем мы с ним как бы в личку догону лично договаривались но потому что это личное если он хочет рассказать о условиях того как как все мутилась то есть деталях пусть рассказывает я не буду потому это не в моих как бы вообще правила жизни рассказывать о том о чем мы блин с кем-то разговариваем лично там есть свои детали свои нюансы еще до того как миха первый раз не написал их не предложение я уже разговаривал у меня даже есть дискорд там со своими старыми ребятами с хохой там еще есть фист шаман с которым мы на арену играли они меня постоянно спрашивали зеб ты будешь возвращаться в ну ты пойдешь в классику или нет и многие спрашивали межконтакт с моими бойцами старыми есть многие спрашивали я им говорил я не знаю пока я думаю и как бы ну хуй знает просто для меня в уме это было так блять типа сейчас я войду и вот опять вот это вот в меня обрушится вот этот вот пласт управленческий где я буду должен развлекать бегать а тогда у меня времени было дохуя я дома работал что это же чтобы гильдия работа же надо постоянно контент 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 вот как на второй фазе мы постоянно бегали кого-то там бля пердолили сам пизды получали это контент там где-то там пойти там столицу какую-то что-то там в метро повисеть вот где-то какое-то развлечение постоянно должно быть я кстати хочу эту тему снова начали пизду там хонор я уже знаю что ранги фармить не буду блин я лучше буду бегать и bg блин и ворк пвп вот так вот блять олени топить в лаве вот это вот для меня вот это вархитовский варкрафт а как когда мне предложили что возьмут часть вот этого управленческого пласта куда-то там кто-то на себя при этом в рамках именно хейки потому что почему-то возрождать ее решили я сказал ну ладно хорошо тогда уж ладно тогда уж точно пойду я в принципе может и так пошел ну только этот класс взялся типа вот пв е я на себя беру почему-то полезли менять уклад потому что для меня даже непонятно почему блять нельзя геологу отрезать башку на хейте всегда резала башку делал и то есть у нас расхождение именно с анархистом пошли но вроде взял на себя часть этого управления дискорд их не хотя дискорд настроил я вот то в каком виде сейчас это я говорил трупоедову а он делал с ребятами я говорю какие каналы как они должны работать какой доступ где они должны находиться блять вплоть до того вот сверху донизу с анархистом лежал где-то там на главе в какой-то там ваня 4 здесь весь этот чат похож на то что как бы ну ты вообще как будто не все не так говоришь но как бы я я слышу логичные вещи я понимаю что ты прав но я просто непонятно фига не так пишут они так пишут потому что меня нет там даже в этом чате могут писать чего угодно например какой-нибудь фигню типа вот он сам делал этот список на приоритетов и блять ушел из-за того что ему не дали тринку вошли тип таком и вот сейчас эту тринку линканули вот короче на самом деле тринка это просто ярко надо настолько ярко выраженный пример но хорошо а почему тогда и жека не отдали его как его хортовское кольцо он выгорало его по дкп но ему его не отдали причем тут я вообще причем тут я вот вот я здесь ни при чем понимаешь в этой истории со шмотом мне нужно как приступ только несколько шмоток было а куча народу еще других вот эти вот срачи за посоха блять который нужен друидам вот эти вот эти вот он не ешь здесь я-то понимаю я вообще знаешь как я в гильдию попал я посмотрел по моему видос бургера что ли где он рассказал про вот эту пиздатую едию где ребята со времен классики хуячи это не бургер был а какой-то чикпы короче да какой-то чувак снимал просто там он указал все как бы я еще одна тот момент даже не 60 был у меня 60 на другом сервере ну короче не суть то есть я уже знала типа куда я на 60 пойду вот так не то что я хотел но только фишка в том что когда ты хотел ты приезжаешь за флагом пвп наверное хотел идти то они а про пв или а там вообще ни слова не какие-то там и кого-то там чего-то там он сказал вообще что там кто-то химии обещал дохуя мне это ладно это понятно я так хотел бесплатно блять ты знаешь сколько мне народа писала про это бесплатно с химию я вообще съебался отвечать на вопросах где моей бесплатной химии я бред ебаный в рот я вообще тут чуть такой я кому-то химию обещал да я никому не обещал никакой химии вон у анархиста спрашивайте химию просите у него где мы кстати вот задайте ему в гильчат вопрос анархист а где моя бесплатная обещанная химия блять время просите у него пусть ответит на этот вопрос где его химия где ваша химия обещанный я вот пошел в гильдию потому что я тоже посмотрел видосы прямо именно у бургера у него там есть про несколько нет бургер бургер он такой рассказывает это чикпык чипик а чипик да точно гном такой стоит да рассказывает вот я посмотрел я думаю о нифига себе пвп гильда как мне надоели вот эти вот забавы перед мк блин пвспеки в мк каждый раз я думаю ну раз пвп гильда значит там этого всего говна точно не будет о и я решил к вам при ну как бы она это вы не было это решили вот попробовать предложили ребята вот мои с гордо сделать пв и пв и крыло как оказалось произошел перед ну как бы перехват управления этим пв и крылом то есть одни не то чтобы перехватили прояли стали доминировать явно вот и вот диктовать свои какие-то условия и правила по поводу того что теперь пвп оказывается полностью зависит от этого пв и ты надо был просто тебе надо было просто пауэрсу статика и мы отдаем хантам кольца друидом 100 балет но как бы изначально мы договаривались с анархистом что этот статик анархиста он будет на полностью гильдейский именно а гильдия то пвп знаешь как они решили захватить причине не решили захватить они просто не поняли не знали что какой вообще уклад был в мод то что народы я про контент что они контент решили за полет до его и так можно захватить он так занесли бери не хочу этот сраный контент на крыше мах так но мы здесь дефе втроем они походу просто рассчитывают на какие-то высокие ранги смотри нет они они короче идут по другому пути тут есть два пути вот два пути развития один пвешный другой пвпшный пвпшный путь это когда вот как мы играли у нас бывали да иногда там какие-то рейды мы собирались куда-то окража отец хорошо вот яркий пример ярче некуда каражан там мало народу мы всегда гильдии собирались фармили каражан понимаешь вот когда нету человека стереотипа в голове у него в голову не приходят другие какие-то расклады у меня стереотип с этого каражана был такой а мы очень долго фарма тут все забрали это было так короче собираемся идем вы убили босса выпало шуму выпали шмотки это было вот так блять так вот это вот мне нужно этот но нужно для пвп а потом короче у нас говори а это мне нужно на успех а успех это пвс пирк вот что такое пвп фарм инстов где именно шмотки для пвп этого успех а пвп подход это у тебя бы вы ешь ты спек и на него отдается приоритет а типа вот понимаешь а что на что должны быть подумать по вы ешь ники они являют конечно папа вы ешь там блядь у я я рубит какой-то много блядь у запиздился блядь уйдет кровопролитный вообще а я тут проспеки втираю ну ладно это как вот 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 так вот я играю то есть у меня бг она часто фоном напали на не ешь опять белый рога все он повесил на него говна блайнд уже можно кидать тоже мертвый чувак я все нормально все мы устраиваем в дефе вы в принципе в отбор только соберитесь тэкс к и рэй вы должны вместе входить всегда в овощи все отборы вся фигня не только вместе идут нет меня не убьешь не знают вот блин там еще какой-то гном бежал там что цвети прямо вот ставить ловушку тут и туда пошли потому что там это стоит какой-то маленький гномик и есть то есть я как бы даже когда нового анархист сказал мне что будем возрождать блять именно и сетью авахит и приоритет всегда вот был именно о в спекам был всегда пв спек вот и вся разница короче люди просто пишут что типа не знаешь почему не понимает потому что они вообще просто они сядут саму идею не понимают на самом деле насколько легким стал вовсе час уже до классик он я я хоть не играл но я понимаю были там из детских раз умер не лишь я блять не ешь погибает прикиньте чувак с ником и невишки я вот играл мы прошли но этот контент он как бы ну отлично для меня он показался просто тупо скучно я не могу я меня слипаются глаза блин в любом рейде слову пол в том что он не сложный он не сложный вообще просто как ты копейки потому что теперь и раньше он был сложный теперь все все знают и еще и близ и его понерфили на это просто уже все вот это вот то что они упарывают сейчас такое не надо надо ну вот я посчитал просто я почти посидел посмотрел списке посчитал там просто считается по их нему вот эти нужные гпп шмотки ты получишь где-то блять может быть месяца через три начнешь только примерно получать их а выйдет бвл потом выйдет заграка и будет все фармить м с бвл загресс это будет быть много дней посвященная клуба в одному этому страну во время пошлите ксак не торопись я сапну лока нет вот для новичков которые про еще тролль сзади тролль сзади тебя нормально с анархистом будет остаться то есть если они хотят фармить эти инсты никак не привязаны к истории молотова я говорю вообще в основном только за ветераном для физики вот в 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 а в в в в в в в в в л пошел где несут же как ты там взять из туннель пошли вот я не знаю вот надо встречать вот наш флаг вот перестать перед тоннелью рога месяц и на отбор бегут пошли наш провожать вам бежит один его там уже пиздит быстро к нему быстро к нему обстанку ты не ешь на и лишь жесть какая-то берешь или тут пару меня перед вар мне отдавать это будет глупо и сам схватит я в блайнде на я дробь тыкай тыкай короче опасно дропнули но все мы короче трэмф дэв в отбор все ставь здесь ловушку их рог много вообще я не прохуду вот чё хуёво и выходит они безрежут твоя ловушку хотя светилка должна видеть право на виду тут и не стоит а потому что вот так стоять это не тебя видят вот мы простук спрятаться за дерево или куда-то уже все уже получат нет прикольно было короче сейчас просто такой ну как мы начали это м с осваивать одеваемся у меня никакого палева то есть но идем идем все зашибись вот мы рагнароса убили ну да там да да на старте рейд нужно приодеть правильно ладно это я понимаю приодеть вот прям вот все приодели танков хилов там всяких дамагеров чуть-чуть все и стал на поток вот с этого момента какого хрена дальше стали повред всех одевать хочет далеко ловушка ловушку надо ставить прям вот где светилка примерно то поближе чуть вот они и обходят вот чем прикол я тоже два роги то ли он внизу все приготовься мне сбежать вообще толпа прям на кладбон уже убегает а то сейчас захуярит прыгать сразу не думай даже уебу и составе еще заберем все заберем прям все беги стать скорее это он у меня сейчас прыгнут опять уже все давай все отлично берите флаг и дальше давай попробуем задэфить пока и пока где он был то ну короче их тут 5 они меня убили прямо на флаге дэф и флаг запарил а где флаг то был наш и все мы поставили чего это не я понял а где он был то я что-то бегал оскал а на флаге был уже стоял они ты их заберем там я рога висит сюда упал на весель флаг несет я не сую на берсу а вижу а давай я тропаю сразу пока что мы в дефе на флаге ставим и короче вот если я думал мы как четыре там статика нихуя седу когда нас будет мощная пвп тема сейчас всем блять раздадимся это же влияет все вот это как-то даешь блять под пвп вон опять сапно рома там про статик собирает и в курсе да я в четыре начала начали прям так старт утра пауэрс ну насколько я понял в пауэрс он хороший очень статик но у них да я был когда-то так как уходил один рейд у них вроде как куча рандомов но проходит они не сильно дольше нас у нас рандом у нас все с молота у нас рандом один мейн танк будилище но всегда с нами я не ешь я ничто не могу хилить у нас просто ходят ну как у нас люди знаешь с такими с разными графиками работ у нас в статике больше не что через кишку несу во короче этот самый схватил флаг сейчас надо будет как раз после рейда пообщаться с ребятами так не проебаться в статике и съебаться нет если статик одевается в пвп как ну вот как я объяснил тогда были такие статики вот в гильдии в этой будем собирать но чисто пвешных статиков не будет так дропы друг и все он сейчас не полнота статик эта тема на самом деле там даже не надо вот это вот с приоритетом да 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 ты просто тупо нет у нас как как было то есть мы когда в каражан ходили все четко знали чего им надо то есть мы не брали левое марш со спешком идет то есть например я шел там за какой-то там танковской тринкой варлоком да это то понятно я говорю ну что как бы не обязательно соблюдать пвешные приоритеты конечно нет конечно то есть это ну может быть когда нахс выйдет может быть я думаю нет я думаю и то мне кажется нахс тоже так занерфит что в банкиражевском шмоте в второй и третий день закроет нахуй весь нахс я уверен что так будет просто уверен что он будет занерфлен и что так будет вот пока мы опиздили мы выиграли 3-0 все ребят я ушел давай давай после мх вернусь да то же самое фигня спасибо ребят варлок так хотел схватить факт но не получилось так я а я короче сейчас афк что на сколько ну минут наверное на 20 кеме туда не будет шутка рост 12 всем счастливо я тоже тогда вечерком пойду давайте варлок до Продолжение следует... 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 Продолжение следует...